Три буддистские истины, после которых вас отпустят. Оставайтесь с нами, чтобы узнать о всех секретах буддистов. А пока подписывайтесь на наш канал и нажимайте на звоночек. Духа. Жизнь мучительна и полна страданий. Именно благодаря этой истине многие люди считают, что буддизм – пессимистическая или негативная религия. И это неудивительно, ведь что еще можно подумать, узнав, что один из краеугольных столпов этой религии гласит примерно «жизнь есть страдания». Но смысл этой благородной истины куда глубже. Она говорит нам «жизнь трудна», так что терпите ее, но не только. Так что же в ней говорится на самом деле? О том, что мы зачастую сами делаем свою жизнь более мучительной, пытаясь подавить неприятные эмоции, либо избежать их. Да, наша жизнь неизбежна полноподобными чувствами и эмоциями, чувством потери, печалью, усталостью, скукой, тревогой, они то приходят, то уходят, и мы ничего не можем с этим поделать. Девочки, а вам помогает медитация справиться со стрессом? Анития. Жизнь бренная непостоянна. Анития или непостоянство означает именно то, что вы думаете, наша жизнь постоянно меняется. Мы уже не в силах не вернуться в прошедший миг, не повторить его. С течением дней клетки нашего тела постоянно обновляются, меняются наши мысли и настроения, меняется температура за окном и погода, а день сменяет ночь. Каждый день, каждая минута и секунда нашей жизни – иные, всегда. И вот в чем парадокс, когда нам плохо, когда мы чем-то расстроены, идея переменчивости жизни способна нас утешить. Если в нашей жизни нет ничего постоянного, это значит, что наша боль рано или поздно пройдет. Но когда нам радостно и хорошо, эта же идея способна вселить в нас страх. Анатма. Мы постоянно меняемся. Когда я спрашиваю своих клиентов, чего они хотят добиться от наших встреч, чаще всего я слышу в ответ – хочу найти себя. Наша культура снизу доверху пропитана убеждением, что где-то там внутри нас, то ли между сердцем и печенью, то ли в мозгу, то ли где-то еще можно отыскать то неделимое, нерушимое и неизменное нечто, которое является нашей сущностью или душою. Буддизм же предполагает, что в нас нет никакой постоянной и неизменной сущности. В соответствии станьте ей непостоянством клетки нашего тела, наши воспоминания, мысли и обстоятельства, в общем, все, что в итоге образует нашу личность, меняется со временем. Идея о внутренней и неизменной сущности – это еще одна ложь, которую мы испытали вместе с нашей культурой. Продолжение следует...